Нужно ли для проведения коллаборации заключать договор? Ну, смотрите, я думаю, что на первых порах, на первом тестировании, наверное, нет. Почему? Потому что, ну, я сам обманываться рад. То есть пока вас не надурят, хорошо, вы не поймете, как это работает. Вот вы должны понимать и не париться, да? Потому что многие начинающие видеоблогеры, начинающие каналы, они не особо хотят заморачиваться и у нас еще в подсознании, в подкорке есть где-то какой-то страх, панический страх того, что типа «о, а вдруг узнают там, да? А вдруг там налоговая? А вдруг там вот это, вот это, вот это». То есть вот, ну, то есть я бы пока на уровне коллаборации, ну, это же у вас такое взаимовыгодное сотрудничество. Если вы о ком-то сделали там ролик, то в принципе и не жалейте. То есть вот я никогда не считаю с никого там вставить там, не знаю, в… Я все время фрилансеры рекламирую всегда своих там учеников там показываю, да? Там рассказываю там, своих исполнителей рекомендую. Мне не жалко. То есть я сторонник того, что я сначала дам, а потом мне прилетит. Живой пример школы видеоблогеров, да? Я вам даю, моя команда вам дает бесплатный контент, который вы в принципе, знаете, можете покупать. Вот нас сейчас очень сильно глушат, потому что у двух великих школ по ютубу не пошли продажи. И они считают, что я говорю в формате такого плана, что типа все, что вы там купите, есть у нас бесплатно. И если вы этого не могли найти, то вы просто не умеете искать и вы лох, который покупаете то, что есть бесплатно. Ну это же очевидно, что я вру, но меня глушат там какие-то претензионные жалобы там шлют там, да? Там проверки там. Да ладно, я чего не бояться. Я честно работаю, плачу налоги, у меня все хорошо. Понятно? И опять же получается, что? Потому что вот надо для себя четко, четко понимать, что здесь договор на коллаборации, можно подумать, но при рекламе, если у вас будут покупать рекламу, договор обязательный. Без договора нет разговора. Пора, пора, пора! КОНЕЦ